Здарова, братишки, меня зовут Ася Поспик, и сегодня я попросила Ваню Нее, да, ну пристань же ты Сходить в аниме-магазин и купить всякие прикольные штуки для меня Но я составила для него список покупок, который состоит из 10 пунктов Блин, капец, приехал, короче, посниматься в Асином ролике У меня прыщи вылезли на губах, ну прикиньте, ну прикиньте, какой отстой Всем привет, друзья, за моей спиной уже аниме-магазин И в этот раз, в этот раз я буду мучиться, пытаться подобрать вещи в нем, которые понравятся Асе Ваня накупил целый мешочек Кто знает, я отправляла уже подругу в магазин, которая не знает, что такое аниме Вот здесь будет подсказочка И она не знала, что такое аниме Ваня же немного шарит за аниме, но аниме, которое мы оба смотрели, не так их много в списочке, скажем так Первый пункт, это купить что-то по моему любимому аниме Первое задание, которое дала мне Ася, это Асина любимое аниме Мне нужен какой-то предмет из Асиного любимого аниме Что от любимого аниме я точно знаю Это моя геройская академия Мне кажется, вот эта штука будет очень круто Блин, хотя, если честно, Бакуга мне нравится больше Или все-таки вот это Общите в комментариях, какая вам больше нравится, это или это Первый вопрос, а какое моё любимое аниме, Вань? Моя геройская академия Тут что-то по моей геройской академии? Нет Это... Это фигурка? О, это Мидорима Мидори Это Мидори Не вставляй это! Но вообще-то мой любимый персонаж, что-то от дороги Мое любимое аниме написано, алло, женщина Но я думала, там будут все Ладно, секунду, раскрой, раскрой Ладно А-а-а-а-а Окей, тут есть название Тут фигурка Мидори Изука Подставочка И это выглядит, кстати, круто Реально, выглядит очень качественно Мне кажется, даже Смотри, даже как будто 3D, да? И это как будто 3D Смотрите, сама фигурка и надпись Выглядит, по-моему, круто Я довольна Следующий предмет Мой любимый персонаж из всех аниме У меня есть любимые персонажи, например, Гаара, он из Наруто, но Наруто не мое любимое аниме, но Гаара один из моих, так скажем, любимых персонажей. Ну, один из любимых персонажей я знаю, это Гара, но тут я не думаю, что он ей понравится, ей нравится больше маленький Гара-милашка, а здесь он какой-то слишком злой. Конечно, я думаю, что Тодороки ей нравится больше, как персонаж, но из моей геройской академии я уже взял предмет, поэтому, я думаю, возьмем вот такой значок с Гарой. Мне кажется, он выглядит очень круто, стильно. Давай. Ты что, значок купил? С моим любимым персонажем ты купил значок? Ты что, обалдел? Это Гара! Как ты? Ты что, бабка-гадалка? Но это не самый любимый персонаж из всех моих аниме. Там были фигурки с Тодороки. С Тодороки тоже не самый мой любимый персонаж из всех аниме. Тогда ты сама в своем задании забыл. У тебя было мой любимый персонаж из Затаки Титанов отдельно, и я должен был два Армина взять? Ну да. Ладно, Гара со значком прикольно, то, что он есть. Но, по сути, задание ты должен был взять моего любимого персонажа. Поясняю сейчас. Армин является любимым персонажем из всех аниме, потому что он мечтал увидеть море. Я тоже очень мечтала увидеть море. И вот эта философия персонажа мне очень-очень близка. И поэтому это мой любимый персонаж. Ну, Гара, ладно, классно. Кстати говоря... Это звонил мой брат. В этом году он сдает ОГЭ. Прикиньте, говорит, что еще неделю назад у него даже репетитора не было. А ведь экзамены уже через три месяца. Сейчас он рассказывает про онлайн-школу подготовки Сотка. Кстати, я о них слышала. Выпускникам, сдающим ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году, невероятно повезло. Потому что с 1 февраля школа Сотка начала онлайн-курс ЭКСТРА, на котором всю программу проходит заново. Они подготовят вас к экзаменам по фиксированной небольшой цене. По всем предметам, которые вам нужно сдавать. И если ты еще не начал готовиться, самое время. Пройдешь всю программу ЕГЭ и ОГЭ. Если уже готовишься, сможешь повторить и вспомнить то, что забыл. А еще за три месяца тебя подготовят с любого уровня знаний именно на тот балл, который тебе нужен для поступления в ВУЗ. Молодые и опытные преподаватели. На занятиях классная атмосфера. У тебя будет свой персональный наставник, который всегда поможет. Здесь не будут ругать, не поставят двойку и не скажут, что ничего не получится. Домашку проверяют 20 минут. Пробники пишут и проверяют каждый месяц. А занятия можно посещать онлайн или смотреть в записи. В Сотке 3-4 предмета можно выучить всего от 4 350 рублей в месяц. То есть всего от 90 рублей за одно занятие с проверкой домашки. Запишитесь на бесплатный пробный урок по ссылке в описании. А промокод на экране даст вам скидку 10%. Успейте подготовиться суперэффективно. Следующее что? Моя любимая аниме-игра. Тут ты прогадать точно, наверное, не мог. Тут очевидно. Тут вообще, в принципе, выбора нет. Давай. Конечно, я знаю, что это. Пайтинг по Наруто. Так, следующее это любимая аниме-игра. Очевидно, что это Геншин. Пускай будут карточки. Ну давай, удиви меня. Надеюсь, хотя бы классный персонаж. Я знаю, что это. Карточки. Просто я ни на что не намекаю, но еще одни карточки в мою коллекцию карточек. Кстати, да, давай откроем. Может быть, там будут какие-то персонажи. Так. Я специально выбрала свои любимые персонажи. Как ты мог выбрать? Там же рандомные карточки. Нет. Та-дам. Дед второй у нас. Это Синчу. Третий. Рейзор. Венти. Гора. И еще один Венти. У меня целых два Венти. Ну, рада только деду. Четвертый пункт. Мастера меча онлайн. Мне вообще интересно, угадает ли Ваня, что такое мастера меча онлайн. Ты же не гуглил? Просто невозможно найти что-то из мастеров меча онлайн. Я перерыв просто все. Чтобы вы понимали, я все полки просто перерзу. И ничего, ничего нету. Так что я помню, что там главный герой с темными волосами. Перетворимся себя дурачком. Я знаю, что это не он, но типа это из мастеров меча онлайн, короче. Это наклейки и значок. Это же значок Геншин. Покажу ему две вот эти картинки. Как думаете, найдет совпадение? Карточка Геншина тоже Кирита попалась. Это не Кирита. Это Кирита, здорово. И наклеечки. Это не оно. Аниме называется Восхождение Героя Щита. Я это аниме не смотрела. Серьезно, это все вообще не то? Пятое. Пятое. Доктор Стоун. Я уверена, что у нас сейчас будет точно не Доктор Стоун, потому что он не смотрел Доктора Стоуна. Готово? Да. Это я руки подставила. Это вообще что? Ну, это Доктор Стоун. Это вообще что? Это как бы оно. Понятно. Это наклейка в формате одна штука. Короче. Ну, поясни, ладно. Чуваки, тут одно лучше другого. Следующее Доктор Стоун, блин. Вы когда-нибудь видели вообще мерч по аниме Доктор Стоун? И вот пока чек будет печататься, пожалуйста, выберите себе наклеечки для их подарок. Офигеть. Представляете, ребят, разрешили выбрать две бесплатные наклейки. И как раз таки среди них я нашел аниме, которое я не мог найти в магазине. Это Доктор Стоун. Это отлично, значит, я выполнил все задания. Офигеть. То есть ты ее даже не купил, а бесплатно взял? Я даже не знаю, поставить ли плюс балл за такую душераздирающую историю. Ну, ты молодец. А ты думаешь, по Доктору Стоуну приходишь в магазин, и там все полки вот этим Доктором Стоуном... А тебе Тори предлагал во второй аниме-магазин поехать. Это не честно. Одного достаточно. Ладно, поставим плюс балл за то, что он отрыл, отыскал. Шестое. Магическая битва. Боже, мне страшно. По магической битве больше, чем по Доктору Стоуну, так что я уверен, ты должен был что-то найти. Вот, вот это я знаю. Это из магической битвы 100%. Мне кажется, выглядит круто. У Аси на стене висят плакаты, есть плакаты, чуваки. Ну, мне кажется, плакаты будут в любом случае выглядеть круто. Вот, смотрите. Идется видео на блядь, нет? Я тоже веду видео на блядь. Это постер? Это постер! Ну, кстати, очень миленько даже. Постер неплохой, знаешь, как у Наруто фотка. Ну, ладно, это хорошо, это неплохо. А как ты вообще узнал, как оно выглядит? Ну, я знаю, как выглядит магическая битва. Как Какаши, только у него маска сверху. А, он узнал по заменителю Какаши. Седьмой пункт. Волейбол. Из волейбола я решил взять еще один плакат. Ну, мне кажется, Асе все нравится плакат, у нее в комнате лежали, но висят плакаты. Этот плакат выглядит реально круто. Ой, зайчики. Хагами из баскетбола, а это Кагияма. А это Хаски. Хинато. Хинато. Я же так и сказала почти. Следующий пункт у нас был баскетбол Курока и тут пометка «Любимый из поколения чудес». Намекну вам, ну, вообще никакого намека на то, кто мой любимый персонаж. Так, следующее. Нужно было из баскетбол Куроку «Любимого из поколения чудес», чуваки, Асинова, выбрать. Здесь все поколение чудес на магнитике. Ну, как бы, точно не проиграю. Но любимый, я знаю, это Куроку, вот он в центре. Это что, шоколадка, что ли? Магнит? Это магнит! Почему магнит? По баскетболу он принес мне магнитик, где все из поколения чудес. На самом деле, вот реально, ну, мне каждый нравится, кроме... Куда мне клеить магнит? Не буду комментировать. Нормально. Следующее, это клинок «Рассекающий демонов». У меня мой любимый персонаж достаточно редкий. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. И это Муйчиро. Что же взял Ванюшка? Короче, она просила любимого персонажа из клинка «Рассекающего демонов» купить. Я знаю, что это Муйчиро, но так как здесь его нету, я куплю второго ее любимого персонажа. Это там. Ну, и для роликов, для всякого такого. Это круто. И смотрите, еще и значок идет в подарок. Ну, это вообще кайф, по-моему. Раз нет? Это подушка, плед, плащ. Это не мой любимый персонаж. Нет, там же Ракамадо просто офигенный. Ну, низкий поклон и вообще он класс. Плащ – это здорово. Я давно, кстати, хотела что-нибудь из подобного. Но задание было «Мой любимый персонаж». Напишите в комментариях, ставим балл Ване или нет. Ладно, последнее. Атака Титанов. Давай, это последнее, ты должен меня удивить. Следующее, последнее, что меня попросила Ася, это любимый персонаж из Атаки Титанов. Я знаю, что это Армин, но я не нашел ничего отдельно с ним. Я нашел вот его среди наклеек. Ну, по сути, задание выполнено же. Правильно, чуваки? Напишите. Я же прав. Армин же я нашел. Это будет бесплатная наклейка? Платная. Реально? Ты чё? Обалдел? Ещё и насклейка такая всратая, ужасно. Вот он, вот твой любимый персонаж. Что, в чём проблема? Просто посмотрите, это набор наклейок, и он мне пальчиком вот так показал вот это. Вот это! Ты чё офигел? Ты реально вот это на моего любимого персонажа? Как ты мог на Армина взять вот это? Это единственное, что было с Армином. Я считаю, тебе не угодить. Короче, вот такой вышел у нас выпуск. Напиши в комментариях, что тебе понравилось больше всего. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, и пока-пока!